Добрый вечер! Меня зовут Илья Зайцев. И в ближайшие 30 минут я и мои коллеги расскажем вам о наиболее важных на наш взгляд событиях этого четверга, 15 июня. И мы начинаем. Добрый вечер! 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 еще и в его публике. Здесь собираются не просто зрители спектаклей, здесь собирается своя определенная тусовка, которая уже за пять лет существования театра сформировалась. Кроме того, зрители здесь свободны, они не ограничены ни рамками зала, ни рамками никакого помещения здесь, они под открытым небом, наслаждаются музыкой, наслаждаются спектаклями и просто радуются жизни. Это определенного рода свобода, которую дает театр на крыше, без ущерба для качества, для спектакля, потому что обычно тримпризы славятся не совсем раскрытыми темами, не очень актуальными, насущными, а театр на крыше – это пространство, которое позволяет решать насущные проблемы. Уникальность этого театра в том, что никакого похожего проекта в Красноярске за те шесть лет, что он есть, еще пока не придумали, потому что на крыше, я только слышал, в России, может быть, еще и в Петербурге такое делают, и все. Необычный формат, свобода и особая атмосфера за пять лет существования проекта привлекла более 10 тысяч человек, и количество гостей продолжает расти. А креативом заряжаются здесь не только зрители, но и сами артисты. Подала идею, вернее, моя подруга Анна Шимохина, она тоже работает в этом спектакле, она принесла несколько пьес и говорит, ребят, давайте с ними что-то сделаем. Мы решили принести эти пьесы создателям на крыше, чтобы что-то сочинить. У нас родилась очень крутая идея объединить их музыкой, сделать так, чтобы это было что-то цельное между артистами и музыкантами, чтобы где-то был текст, где-то играл джаз. Новых и необычных проектов в этом году станет еще больше, обещают продюсеры театра на крыше. Танцевальные конкурсы, новые спектакли и даже мастер-класс по стендапу. В этом году в театре на крыше впервые будет стендап. К нам приедет победитель открытого микрофона Елена Новикова. Она проведет серию мастер-классов с красноярскими талантами, которые хотят прокачать себя в формате стендап. И 27 июля на крыше «Комсомола» мы представим новые таланты Красноярска. Но уже 19 июня в театре на крыше покажут психологический спектакль «Кандидаты». Билеты можно найти в кассах города, а сам театр находится на крыше торгового центра «Комсомол». Алена Крашенинникова, Сергей Малафеев. Новости ТВК. Через минуту в новостях ТВК расскажем про происшествие на борту самолета, который летел из Таиланда в Красноярск. К самолету пришлось вернуться обратно из-за состояния пассажирок. А через 6 минут расскажем о наиболее важных заявлениях Владимира Путина во время 15-й прямой линии. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. Алексей Хромцов покинул пост главы Матыгинского района. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Это решение уже рассмотрели и утвердили на сессии районного совета. Напомню, Алексей Хромцов занимал эту должность с июля 2015 года. А в Красноярске больше известен как бывший руководитель городского управления образования. Новостям ТВК свой уход он пояснил так. Также Хромцов рассказал, что уже нашел себе новое место работы, но озвучит его позднее. И к другим темам продлили отпуск, сами того не желая. Накануне рейса из тайского курорта Паттайя в Красноярске держался больше, чем на 2 часа. Виной тому две пассажирки, которые, по словам очевидцев, поднялись на борт в состоянии алкогольного опьянения. Во время разгона самолета одно из них стало плохо. Судно сразу остановили. Экипаж принял решение снять двух дам с рейса вместе с багажом. В итоге пассажирки остались в Паттайе, а 10-летняя девочка, которая путешествовала с ними, благополучно доставлена в Красноярск. Такое двойное чувство. С одной стороны, да, мы из-за них определенные неудобства потерпели, а с другой стороны, ну это же другая, чужая страна. Они не знают ни одного слова по-английски, не говоря уже о тайском. Тайцы, какие бы дружелюбные и улыбчивые не были, в случае нарушения законодательства, они очень строго к этому подходят. Самолет простоял 2,5 часа. Это уже время внеплановое. Плюс все экстренные службы были задействованы. Пассажиркам проведут медицинское освидетельствование. И если результаты покажут, что плохо им стало из-за алкоголя, скорее всего их ждет штраф за задержку самолета. Довим, что дата, когда красноярки отправятся домой, зависит от регулярности чартерных рейсов, а также от того, будут ли на этих рейсах свободные места. Красноярские дизайнеры придумали новый символ Красноярска, который в будущем может стать брендом сибирского города. В виде короны слогана «Россия вокруг нас». Причем работали не по заказу властей, а напротив, в обход. Почему так, продолжит Юлия Мавшевич. Мы делали такие интеграции, когда показывали, сколько до Москвы километров, сколько до Владивостока, и все это сводится в одно место. То есть такие тоже прикольные вещи, для того, чтобы подчеркнуть нашу центральность. Дизайнер Игорь Шпехт, уже отметившийся логотипом «Черного неба», показывает, каким может быть настоящий бренд Красноярска. С одной стороны, очень простой и лаконичный, а с другой дерзкий. В центре корона и Россия вокруг нас. У создателей есть очень четкое представление, как это все может ужиться в городской среде и сувенирке, несмотря на уже появившиеся обвинения в имперских замашках. Мы не пытались сделать первую корону. То есть мы попытались сделать такие горы. Было достаточно много результатов, как мы их отрисовывали. Но в итоге мы сошлись на том, что сама корона тоже не решена смыслом, потому что Россия приросла только после освоения Сибири, когда здесь пушниру начали добывать, когда здесь стали золото добывать. Именно сейчас, когда Россия по отношению к миру себя так ведет, типа мы, а все вокруг, значит, или козлы, или нам мешают. Очень прикольно, что вот в середине России вот именно такие мы. Владимир Перекоти, инициатор создания бренда, говорит, новый символ должен отличить Красноярск от всех остальных, чтобы нас наконец перестали путать. И это первый шаг. В этом случае решили пойти по пути брендирования края через город и принципиально в обход властей. Напомню, последняя попытка Министерства культуры создать бренд края закончилась ничем. Я представился в этом зале с 15 чиновниками, которые будут мне советовать и что-то требовать, и там упоминать, а еще культурку надо отразить, а еще вот у нас сельское хозяйство, еще там. Это просто смешно. Ну и вообще, мне кажется, сейчас такое время, когда там бы одобрялись или беззубые, или лживые варианты. Вот, например, если бы там, ну, например, вот эту вот штуку, там бы точно, мне кажется, не поддержали. Проект некоммерческий, работали над ним полтора года без спешки, и сейчас, после доработки, дискуссии, создатели готовы выпустить логотип, что называется, в народ. Корону они на себя не надевают, поэтому разрешают использовать новый символ Красноярска всем абсолютно бесплатно, главное, в хороших целях. Илья Мавшевич, Николай Чистяков, Новости ТВК. Цены на бензин продолжают рост, а в нескольких районах города отключают холодную воду. Подробнее об этом расскажем в потребительских новостях. И начнем с информации о новых повышениях. Цена на бензин в Красноярске побила все рекорды. Напомню, это уже третье повышение цен за этот месяц. Стоимость бензина выросла на заправках 25 часов. Сейчас за литр самого ходового 92-го топлива придется отдать автолюбителям 36 рублей 60 копеек, а вот 95-й бензин в цене поднялся до 36 рублей 90 копеек. На других заправочных станциях, по словам автолюбителей, цена топлива пока не изменилась. Ну и следующая новость. Уже завтра водолазы Краскома приступят к посмотру подводных трубопроводов острова Нижнеатамановский. Отмечу, что именно эти трубы отвечают за проведение питьевой воды в наши дома. Уже с 11 часов вечера 16 июня холодное водоснабжение будет приостановлено в Ленинском и части Кировского районов. Кроме того, по улице Побежимова и Вавилова в Сверловском районе в коттеджном массиве. И также в некоторых домах в поселке Березовка. Если трубам будет требоваться немедленный ремонт, поясняют Краскоме, их будут ремонтировать прямо на месте. Жители также очень убедительно просят не оставлять открытыми краны водоснабжения, потому что они могут затопить соседей. А вот вода холодная в дома вернется уже 17 июля в 11 часов вечера. Экономика растет, а жители страны волнуют зарплаты бюджетников, перебои с поставкой льготных лекарств, плохие дороги. Президент Владимир Путин отвечал на вопросы россиян. Прямая линия с президентом длилась 4 часа. Уже во вступлении глава государства начал с обзора экономической ситуации. По его оценкам период рецессии преодолен, а инфляция по итогам года ожидается рекордно низкой, всего 4%. Но при этом, как отметил Путин, реальные доходы горожан и россиян снизились, и число живущих за чертой бедности возросло. Во время прямой линии в студию поступило более 2 миллионов вопросов. Пользователи заметили, что впервые федеральные каналы показывали сообщения из социальных сетей достаточно критичные. Например, про сроки президентства, про то, как прожить на пенсию в 9 тысяч рублей, если квартплата 7, или про отставку Медведева. И через час, когда организаторы прямой линии, судя по всему, поняли, что не могут фильтровать содержание сообщений, временно перестали их показывать. Именно сейчас это обсуждают в интернете. Кстати, за время беседы президента происходили и кадровые перестановки. После того, как жительница Ставрополя задала вопрос про невыплаты компенсации людям, пострадавшим от наводнения, губернатор подал в отставку, сообщило агентство ТАСС. Сдавали президенту и вопросы личного характера, например, про внуков. Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови. Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя. Вот они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб просто развитию ребенка. Поэтому все у меня нормально. Я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием к этой позиции. Второй внук недавно родился. Поздравляем вас. Уже в финале прозвучал вопрос, кого Владимир Путин оставит после себя на посту главы государства. Он посчитал, что это должен решить избиратель. А через две минуты в новостях ТВК. По традиции отвечаем на ваши вопросы в сфере ЖКХ. А через пять минут расскажем, как в крае начали праздновать День медицинских работников. Не переключайтесь. Прямо сейчас рубрика «Вопросы ЖКХ». Напомню, что каждый четверг эксперт отвечает на ваши вопросы. Задать их можно, отправив смс на номер 9020. В тексте сообщений напишите «ЖКХ», пробелы. Далее ваш вопрос. Сегодня в студии Наталья Балабина. Добрый вечер, Наталья Александровна. Добрый вечер. Первый вопрос, который задают наши зрители. Из холодного крана бежит горячая вода, и специалисты не помогают. Как на эту ситуацию можно повлиять? Ну, если у вас в квартире вы обнаружили, что из крана, как вы пишете, с холодной водой бежит горячая вода, могу предположить, что у вас произошел подмес. То есть смешались холодная и горячая вода, и вода стала не холодной и не горячей, то есть теплой. К каким специалистам вы обратились? Если вы в своем платежном документе видите все телефоны, куда вы обращаетесь, скорее всего, я полагаю, обратились в обслуживающую организацию, то есть ту организацию, с которой ваша управляющая компания заключила договор управления, вернее договор о сотрудничестве. Если там специалисты не помогают, смело звоните в свою управляющую компанию, и поверьте мне, именно вы же с управляющей компанией заключили договор, ваша причина будет устранена. Еще один вопрос, по понятным причинам сейчас распространен, чтобы не платить при расчет за отопление. Можно ли счетчики поставить дома и платить по факту потребления внутри квартир? Ну давайте разберемся. Значит, у нас в каждую квартиру поступает 4 вида коммунальных услуг. Электричество отдельно, так скажем, затем холодная вода, горячая вода и отопление. Правильно? У вас стоят дома индивидуальные приборы учета на холодную и на горячую воду. И стоит общедомовой прибор учета, который именно и учитывает фактическое потребление. Вы по своему прибору заплатили, а общедомовой прибор показал, допустим, у вас чуть больше, тогда вы эту разницу по решению своего собрания либо между всеми раскидываете, либо в пределах норматива, а остальное падает на убытки управляющей компании. Точно так же с прибором индивидуальным по отоплению. Для начала надо понимать, так как у вас, у нас в основном в Красноярске постоячная такая система отопления, то есть сколько батарей в квартире, столько счетчиков необходимо поставить. Да, вы у себя в квартире учтете по факту потребления отопление, но нужно также понимать, что отопление обогревает весь ваш многоквартирный дом, в том числе лестничные клетки, пролеты, то есть все помещения, которые у вас находятся в доме. И поэтому ваш прибор учета, который стоит на доме, он как раз и показывает фактическое потребление и ничего сверх этого. Поэтому поставить можно, но корректировка ежегодно, как положено, будет осуществляться, либо в сторону экономии, либо в сторону доначисления. Спасибо большое. Это была Наталья Балабина, эксперт в вопросах ЖКХ. Напомню, что каждый четверг мы отвечаем на ваши вопросы, которые можно отправить на номер 9020 в начале текста сообщения ЖКХ. Пробел и далее ваш вопрос. И к другим темам. Почти по 20 часов в сутки в работе и тысячи спасенных жизней. Уже в это воскресенье в России будут отмечать День медицинского работника. А вот красноярские специалисты поздравления начали принимать уже сегодня. Как поздравляли врачей всего региона, расскажем в следующем материале. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Хорошо. Живот не болит? Нет. Николай Юрьевич уже больше 10 лет спасает человеческие жизни в отделении абдоминальной хирургии 20-й больницы. Он хирург и работает с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Николай рассказывает, не бывает легких или сложных операций. Цель доктора – максимально сохранить здоровье своего пациента. Категория хирургических мешалинств у нас разная от обычных, можно так сказать, рутинных операций. Но это довольно сложные, которые длятся порой несколько часов. Но операции на поджелудочной железе и печени, они в принципе простыми не бывают. И у нас каждая операция особенно по-своему, и каждый пациент тоже индивидуален. Хочу сказать огромное спасибо доктору, который меня оперировал, потому что он не только замечательный человек, но и супер доктор. Благодарили за успешные операции «Золотые руки» сегодня врачи не только их пациенты. Лучшие специалисты получили свои награды за тысячи спасенных жизней. Поздравить всех медсестер, фельдшеров, хирургов и других работников здравоохранения приехал и губернатор Красноярского края. Вы создаете новые медицинские центры, осваиваете новые медицинские технологии. У нас все больше высокотехнологичной медицинской помощи. Мы продвигаемся в повышении эффективности профилактической работы. В общем, есть немало успехов, есть немало результатов. И это сделали вы, это сделали коллективы, которые вы представляете. И это достижения, результаты, которыми вы должны гордиться. И гордиться действительно нужно. Только за последний год в Крае сократилась смертность и увеличилась средняя продолжительность жизни, рассказывает Минздраве. А все благодаря тому, что специалисты постоянно обучаются новым методам лечения и перенимают опыт коллег. Так совсем недавно в Крае стали успешно проводить сложные операции по пересадке сердца и печени. Сейчас первые пациенты, прошедшие операцию, уже полностью восстановились. Алена Крашенинникова, Виталий Суботин, Новости ТВК.